Привет, ребята! Фильм меня очень удивил. Сейчас всё расскажу. Опасная иллюзия – это смесь жанров, но по большей части это драма, инди-драма. То есть кино снято независимо, без финансовой или технической помощи со стороны студии или компании. В главной роли Шайла Бафф. Фильм – дебютная работа Фредерика Бонда. Сюжет я расскажу как можно туманнее, чтобы вам было потом интереснее смотреть картину. Фильм начинается с того, что у мальчишки Шайла Баффа умирает мать. И в силу того, что Ла Бафф закидывается психотропными препаратами, у него возникает галлюцинация. Где мать ему советует полететь в Бухарест. Он так и делает. В самолёте Ла Бафф знакомится с одним позитивным мужиком, а по прилёту знакомится и с его дочерью Эван Рэйчел Вуд. Далее Ла Баффа ждут разные передряги. В общем, интересные румынские приключения. Знаете, фильм мне понравился. И в первую очередь за художественность. Режиссёрской работой «Видение» меня вообще безумно порадовали. Я даже немного удивлён, что это дебютная картина. Настолько она смотрится с законченной. Мне безумно понравились многие режиссёрские находки. Например, в моменте, когда Ла Бафф летит в самолёте и залазит под одеяло, залитое солнцем. Или когда труп в мешке летит на фоне солнца, заливающего экран. Вы поймёте, о чём я, если посмотрите. Первую половину фильма я даже думал, что это чисто артхаусное кино. Настолько упор в нём идёт на эмоции, восприятие и видение режиссёра. Честно сказать, артхаус я люблю только за нестандартное видение режиссёров. В остальном же он мне как-то не по душе, за редкими исключениями. Эта картина – большая смесь жанров. Здесь и любовь к жизни чувствуется, и есть место для средненького юморка с Роном Уизли. И для запретной любви. Здесь вы не увидите чего-то сверхнового. Сюжет на самом деле прост. Хотя я первую половину фильма даже предположить не мог, что будет происходить дальше. Картина представляет собой нечто хорошо переработанное старое, дополненное прекрасным видением. Монтаж в фильме отличный. Например, когда Лабаф только приехал в Бухарест, местами заметно, что именно монтаж поддерживает динамику фильма. Им, кстати, занимался опытный Хьюз Уимборн, обладатель Оскара за лучший монтаж в фильме «Столкновение». Он же занимался монтажом в таких фильмах, как «Прислуга» и «В погоне за счастьем». Из актерской игры меня удивил Шай Лабаф, который со времен Константина и Трансформеров теперь вырос и может играть сильные драматические роли. Тиль Швайгер, Матс Миккельсон, Эван Рэйчел Вуд никак не переутрудились и не отличились, на мой взгляд. Этот фильм скорее бенефис Лабафа, здесь он и в радости, и под ЛСД, которую он реально употреблял в соответствующих сценах, и в печали. В общем, молодец. Также в картине прекрасное музыкальное сопровождение. Меня, например, очень порадовали знакомые нотки от Моби. Единственное, что не понравилось в фильме, так это немного смазанный конец. Мне показалось, что сценаристы не смогли определиться, как именно все закончить. Фильм получился душевным, с хорошо завуалированным, но прекрасно обыгранным простым сюжетом, хорошей актерской игрой и великолепным режиссерским видением. Отличная чувственная картина о запретной любви как раз подойдет для просмотра с девушкой. Лично я теперь буду наблюдать за творчеством режиссера Фредерика Бонда. Надеюсь, он еще удивит. Приятного просмотра, народ. Пока. Фильм начинается с того, что вышедший из дома неплохой актер Стеллен Скарсгард под музыку Рамштайн находит в подворотне избитую Шарлотту Генсбург, любимую актрису Ларса, и решает ей помочь. Приведя ее к себе домой, он интересуется, что с ней происходит.